Теперь детей из детского сада Наратнера родители будут забирать с комфортом. Парковка и проезд к учреждению полностью почищены от снега. Специалисты муниципального предприятия благоустройства в первую очередь выводят технику к социальным объектам, в особенности по тем адресам, о которых сообщают сами жители. Были обращения граждан, что не чищена парковка, проезжая часть. Здесь находится детский сад, который, конечно, функционирует. Всего за сутки на уборку снега в городе вышло 646 единиц техники и более 3,5 тысяч уборщиков, включая дворников. На спецприемнике вывезли на почти 7,5 тысяч тонн снега. Планы на ближайшие дни обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое провел первый вице-мар города Владимир Василенко. К четвергу синоптики вновь прогнозируют снег. Ожидается до 13 мм за сутки. До этого требуется выполнить как можно больше работ по всему городу. Коммунальщики продолжат вручную очищать тротуары и остановки общественного транспорта. Техника из дорог продолжит вывозить снег и расширять проезжую часть на улицах 2, 3 и 4 категории. Но на некоторых участках этому мешают брошенные автомобили, которые стоят вдоль дорог несколько недель или даже месяцев. Владельцев, так называемых подснежников, ищут с помощью управляющих микрорайонами или сотрудников ГИБДД. Просим сотрудников ГИБДД, чтобы они помогали нам в этом в части установления владельцев данных транспортных средств и путем созвона просим владельцев этих автомобилей убирать свои транспортные средства, которые мешают и уборке, и движению транспорта. Если владельца не найдут, то машину эвакуируют. Автовладельцев просят учесть это и переставить свои машины. Особое внимание и очистки скатных крыш. За минувшие сутки усилиями 102 бригад приведено в порядок 318 кровель. Еще 233 расчистят сегодня. Перед управляющими компаниями поставлена задача улучшить качество уборки внутриквартальных проездов, дворов и контейнерных площадок. Продолжается работа и в общественных пространствах, в парках и скверах, а также на набережной. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.